Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Многие, когда увидели, что я в теплице высаживаю две помидорки в одну лунку, начали задавать вопросы, везде ли я высаживаю два томата в одну лунку. Вот ответ на этот вопрос. Нет, конечно, не везде. Я отсортировываю сорта, которые можно высадить, две в одну лунку, а которые нельзя. Есть сорта, которые категорически не любят, когда их высаживают две в одну лунку. Сейчас объясню, почему. Вот этот сорт у меня, дамский пальчик, я его не только не высаживаю две в одну лунку, и сажу вот так разреженно, видите, вот одна, и только через метр, даже может быть больше, другая. И там дальше также идет очень-очень редкая посадка. Почему? Потому что эти томаты, вот этот сорт, потом у меня такой сибирский пируэт, пальчиковые, они не привязываются к колышку, они выращиваются вот так, в грунтовом варианте. Он не будет высоко идти вверх, он начнет вот так вот расползаться, выпустить свои пасынки и в разные стороны разложит их. Это будет грунтовое выращивание, потому что на палочке, на колышке или на шпалере его вырастить очень сложно. Он все равно пытается, его вот сейчас привяжешь, он будет пытаться опять до земли и ползти опять по земле, как я их называю, ползучки. Он на земле прекрасно себя чувствует. Вот это все расстояние, видите, все это пусто. Это все будет занято вот его плетями, вот такими вот пасынками. И на нем будут лежать на этой земле очень красивые красные пальчики. Называется сорт дамский пальчик, но еще раз говорю, также можно вырастить и сибирский пируэт, и огородный колдун. Если огородный колдун выращивать в коловой культуре, то есть привязывать, то там даже оговаривается, что надо везти не менее чем в три ствола. Вот именно на всех этих, на отростках, на всевозможных боковых пасынках большинство плодов у этого сорта. Я вот его сейчас только высадила, потому что это скороспелка, он сейчас только начинает бутон формировать, но он очень быстро догонит других, разложит свои веточки и будет формировать там красивые, очаровательные пальчики. Этот сорт подходит идеально для консервирования. Он так красиво смотрится в баночке, особенно с желтенькими. С такими же удлиненными, с какими-нибудь сосисочными пальчиковыми сортами. Или с желтыми круглыми, или с грушами, например, медовая капля. И сам один в банках, очень красивый. Вот этот сорт дамский пальчик я высаживаю всегда. Я его консервирую, я его люблю и просто кушать. Он очень вкусный. И главное, что он скороспелый. Кого интересуют засолочные сорта, можете этот сорт себе пометить, как потом заказать. Это очень такой простой. Ну, как вы видите, по принципу посадила, забыл. Сейчас я его воткнула и все. Я буду его поливать автоматической поливалкой, холодной водой. Он неприхотливый. Он к нашим сибирским условиям приспособлен. Так что он выживет везде. Если уж в Сибири он дает прекрасный вариант, этот прекрасный результат, то в других регионах и подавно. Он не неженка, очень стойкий, закаленный. И он, видите, такой крепкий. Он без палки. Вот сейчас и ветра, и бури были. Он не ломается, ничего с ним не случается. И потом он расползется по земле, и он будет вообще неуязвим ни для ветра, ни для града. Хороший сорт. Но начала я с того, что вот такие сорта ни в коем случае не вздумайте садить по 2 корня в одну лунку. Они этого категорически не переносят. Им будет тесно. Им нужно куда-то расползаться. Если я говорила про Настю и про демидов, что их еще можно, ну и то, когда я в коловой культуре выращиваю, когда привязываю колышку. Если вы томаты высаживаете и не собираетесь привязывать их колышку, значит им нужно место оставлять для того, чтобы они или наклонились на землю, или расползлись по земле. Если они растут не вверх, значит им нужно место пошире. И по 2 штуки в одну лунку их уже нельзя. Все. Вот этот небольшой видеоролик, как ответ на вопрос, что все ли сорта и везде ли я высаживаю по 2 в одну лунку. Нет, не все. Сорта нужно отсортировать, изучать их характеристики и свойства. Не все любят в тесноте. Некоторые любят вот так вот пошиковать на большой территории. До свидания. Заходите ко мне в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Изучайте томаты. И когда вы подберете тот ассортимент, который именно вас устроит, у вас будет все прекрасно. У вас будет конвейер овощей с весны и до самой поздней осени. Если вы научитесь их выращивать, они вас отблагодарят и дадут вам хороший урожай. До свидания. Продолжение следует...